В русские власти, а сегодня сменяются руководители министерств и ведомств, губернаторы, мы прогнозируем высокую вероятность изменения приоритетов в региональной политике государства. Очевидно, что львиную долю средств будут выделять тем территориям, которые имеют активных и авторитетных представителей в Гоковной Раде. Обратите внимание на экран. На карте отображены результаты распределения государственной субвенции на социально-экономическое развитие региона, которое распределяется исключительно через народных депутатов. И, к великому сожалению, Запорожская область через своих народных депутатов в 2018 году привлекла средств меньше, чем другие территории. А без серьезных капиталовложений со стороны государства и международных боноров мы рискуем утратить динамику и развитие нашего города и района. Мы прекрасно осознаем эти риски и понимаем, насколько важно, чтобы новый народный депутат был мощным инструментом логирования интересов избирателей и привлечения финансирования налогов. Еще один немаловажный аргумент. Это необходимость консолидации нашего общества. Всем нам очевидно, что никакие инвестиции, никакой опыт и никакой результат не заменят нам мир, спокойствие и стабильность в нашей жизни. Так случилось, что с 2014 года, к огромному сожалению, наше общество раскалывают, пытаются нас рассорить, спекулируя на прошлом, умело манипулируя нашим сознанием. И, по моему мнению, пришло время объединить жителей Мелитопольского края вокруг идеи создания комфортных условий для проживания, работы и досуга. Сейчас как раз самый подходящий момент для этого. Выиграл выборы Верховную Раду и с помощью мандата народного депутата мы сможем и надеемся объединить людей вокруг хороших, добрых дел. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова